55-я школа была построена в 1938 году. Ни актового, ни спортивного залов здесь не было никогда. А между тем, это фактически единственный очаг культуры на поселке. И все праздники проходят на самом деле здесь. В этом году из двух старых мастерских, которые не использовались уже 20 лет, решили сделать актовый зал для общественных мероприятий. На культурные мероприятия приходили и жители поселка, и близлежащих магазинов. Ну, кто? Все, кто находится рядом со школой. Получается, и место маленькое было, и неудобство для людей было, и дети неудобно себя чувствовали. Ну, мы наконец дождались актового зала, что теперь и дети могут свободно выступать, здесь заниматься, и люди могут подойти и посмотреть мероприятия, которые здесь проводятся. Зараз, когда появился актовый зал, дети имеют возможность влаштовывать конкурсы, брать в них участь, откроются новые мистецкие гуртки, и загалом діти будут больше развиваться, что и нужно молодой нашего времени. Взагалі школа є культурно-деловим центром для нашего селища, и есть уже доброю традицией, что школа проводит таки загально-селищные свята, как День міста, 9 травня, Масляна, ярмарки. Людям здесь тоже нужно проводить свои досуги. Они все тянутся до школы, до Альма-Матер. Деньги на реконструкцию этого помещения, примерно 450 тысяч гривен, были выделены из городского бюджета. Когда мы сюда зашли на выполнение работ, тут, по большому счету, была просто разруха. Тут стяжки, полы нужно было делать все с нуля, полностью все, поднимать это помещение заново. Ну, как бы работы, вы сами видите, какие были произведены, то есть в каком состоянии сейчас это помещение есть. С городского бюджета выделена достаточно большая сумма денег. Это больше полмиллиона на текущие ремонты и порядка 29 миллионов на капитальные ремонты учебных заведений Шевченковского района. И сегодня, вчера, позавчера мы наблюдаем, какие же результаты вложения этих денег. В течение трех дней мы видим, что и школы, и детские сады практически к новому учебному году готовы. Сейчас основные строительные работы в 55-й школе закончены. Остались отделка, установить стулья и проектор. Депутаты нам помогли. Все это депутаты Запорожьей областной рады Кочуба, Виктор Юрьевич, нам выделили 80 тысяч на улучшение актовой зали. Также у нас уже есть и новые проекторы, экран. То есть, я думаю, что до дня места мы все завершим. Так что очередной день города рассчитывают встретить уже с новым актовым залом. А в перспективе мечтают поставить ограждение вокруг территории. Так будет чище и безопаснее.